Закончилась очередная комедия с голодовкой, с блужданием несчастных этих существ по улицам. Это годами продолжается. Вы что, забыли, что это уже было три года? Четыре-пять лет назад? Уже сидел, уже были голодовки, уже отвлекали, уже собирали деньги, уже были митинги, уже болтали и так далее. Вы знаете, я прочитал несколько постов абсолютных дебилов с эхо, и не только с эхо, а вообще престарелых, где они так, 60-летних дебилов, псевдоинтеллигенции, которые пишут дословно одно и то же. Вот у них там как попугаи-попугаи, на этих митингах что-то за голод, против голода, отпустите, возьмите Навального. Пишут, как много было молодых лиц. Лично я эту ахеническую фразу слышу по митингам почти 20 лет. 20 лет! Какие молодые лица, многие сдохли. Сдохли многие, вы понимаете, остальные уже престарелые, кто спился, кто скурвился. Сколько вы будете повторять эту ахинею? Вы же накачали режим, вы просто накачали режим всеми вообще, ну как, советами, как с вами бороться. Вы слили всю базу, кстати, тут 500 тысяч человек слили базу. У меня уже большой вопрос, а вот эта компашка так называемого Волкова, они просто, так сказать, непорядочные существа или там гниль? Или она такая, настолько гниль, что с органами сотрудничает? Это большой вопрос. Уже. Кстати, ребятки, я вам прислал в этот раз разнообразие в эфир. Я прислал моим помощникам несколько фотографий и несколько кусочков видео. Вот найдите, там есть такой в масочке дебиловатенький мальчик. Покажите, пожалуйста, в масочке. Есть? С митинга. Там, когда, ну, митинг, когда ходят под арестом, как под охраной ментов. Покажите. Почему вы здесь сегодня? Я, честно, вот, ну, с девочкой пришел, да. А она почему? Она, да не знаю, ебанулась за либералов точно. Что, вы показали будущее России? Да, показали. Молодцы. Молодцы, что показали вот это будущее России. Причем это существо, оно настолько необразованное, что оно не понимает, что несет. Потому что оно не понимает, что есть леваки и либералы. В чем разница? Девочка, естественно, не понимает тоже, что такое леваки и либералы. А мальчик не понимает, что такое право. И он думает, что он правый. Хотя он, естественно, никакой не правый. Он не мытый гопник. Понимаете? То есть, вот это месиво, толпа. Никогда не ведитесь на толпу. А толпа не ведитесь на популистов. Только на знание, на науку и на опыт. Это правильно, потому что есть такие гады, которые обманывают миллионы, которые только под себя и которые говорят, вот будет светлое будущее, там прекрасное России будущее, врут, обманывают, лгут, нагло, нагло, мерзко лгут, обманывая лошков. Я говорю о будущем. Если вам говорят в будущем, что будет хорошо, это ложь. Надо давать сейчас. Вот я даю вам сейчас нормальную, вот прямо сейчас вы, во время моего стрима, вы живете как люди. На моем стриме вы человек. Вы себя чувствуете человеком. Понимаете? Это и есть. Я даю конкретные советы конкретным людям. Не только советы, я даю знания, умения. Либо уже прямо услаждаю стихотворениями, информацией, книгами и так далее, и так далее. То есть, это сейчас. Если вам говорят, что там, это все. Кстати, по поводу этого. Я тебе тоже два дня назад присылал, помнишь, кусок, где эти ханурики, сбежавшей-то жирной морда Волков и еще второй его подельник. Как его, так сказать? А? Я видел, да, видел. Можно поставить? Да, 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 конечно. И не можем? Можем, можем. Покажите, пожалуйста. Опасаться того, что, скажем, там, на доноров ФБК возбудят уголовные дела? Нет, не возбудят. Надо ли там отписываться от донатов? Нет, ни в коем случае не надо. Самое худшее, что может случиться, нам счет заблокируют, ну и ваши донаты не будут проходить. И как бы там отскочат. И вы сразу узнаете. Вы сразу об этом узнаете. Вот вы увидели эту невероятную красоту. Неземную. И это же потрясающе. Как бегают глазки. Как трясутся ручки. И, кстати, думаю, ножки. Как они пытаются урвать последние. Вот клиент, как там, гиф снимают, клиент уезжает. Все, уже просто урвать последние. И, не знаю, но, по-моему, они тошнотные. Вот вы не чувствуете? Здесь вы даже, вы можете, смотрите, вы вот что сделаете. Вы звук отключите. Вот тот же самый фрагмент. О, подожди, а мы можем сделать так. Еще раз. Поставь научно-театральный эксперимент. Чтобы понять, что они лгут и вас обманывают. Поставь то же самое без звука. Может, Максим, убрать звук или не может? Да, да, сможем, сможем. Давай, поставь, пожалуйста. Сейчас. Увидели, увидели. А если не увидят, так укажут. Вот, ребятки, всегда делать такой опыт. Какой-нибудь там хмырь политик. Неважно, кто-то. Вы выключайте звук. И просто смотрите. Мимика, жест, глазки и так далее. И сразу будет понятно, кто врет, кто не врет. Абсолютно. То есть, вот просто без звука это вот так слушать. А здесь, ну, вот эти два ханурика, это просто поразительно. И у меня уже очень большие вопросы. Вот у нас говорят, что они получают там зарплату из Госдепа, как наши говорят, пропагандисты. А у меня вопрос все-таки, учитывая, как слилась база этих ложков 500 тысяч, у меня вопрос, а не работают ли на какие-нибудь совершенно другие, обратные Госдепу структуры, что гораздо омерзительнее. Хотя мало приятного в Госдепе, но у нас свои есть. Продолжение следует...